Интересное начало у нас. Приехали снимать автомобиль, который сейчас только что был осмотрен вместе с Иваном. Мы приехали проверять его, точнее перепроверять, повторный осмотр проводить. И мне сходу говорят, вы знаете, наш сотрудник говорит, Сергей, только ты как бы не удивляйся, автомобиль с нюансами. Как бы он стоит 700 тысяч, но он с нюансами. Какими нюансами, Иван? Здесь есть три элемента, которые видимо подкрашены самостоятельно. Я вижу, например, вот. Это фигня. То есть это еще не нюанс, ты считаешь? То есть покажу. Вот это вот, ребят, не нюанс. Что это такое? Это самостоятельная покраска. Это что, лаком для ногтей красили, что ли? Я думаю, что это баллончик. Аналогичный капот. Раз, два, три. Три элемента под перекрас. Да, нет, четыре. Есть четвертый. А четвертый? У нее есть следы небольшого литра. Вот эта дверь заменена. Вот эта дверь заменена. Вот это окрашено косметически, без сняты. Так. Вот крово окрашено с ремонтом. Делалось в Аксель Сити Юг в 15-м году. Посмотрите, качество ремонта в Аксель Сити Юг. Друзья, вот вам, пожалуйста, всегда говорите, что я рекламирую салон, а вот вам антиреклама. Официальный дилер Аксель Сити вот так вот красит у нас элементы. Соответственно, это под перекрасой, я думаю, тоже. Можно вопрос. Цена автомобиля какая? Цена автомобиля 7200 тысяч рублей. По рынку это низ? По рынку это середина, наверное. За что он тогда столько стоит? За комплектацию, за единственного собственника и за пробег. Пробег? Давай угадаю, дай угадаю, дай угадаю. Пробег здесь 40... Ну, не, не, не. 70... 80. 80. 82. Это сиденье, это биксенон, это там электроручник, нормальная магнитола с тачскрином, парктроники в круг, камера, подогрев руля сидений, зеркал, складывание зеркал, стоит хорошая сигналка. Можно просто в такой комплектации сколько в среднем стоит автомобиль на рынке? Их просто нету в такой комплектации. Ну, там их штуки 3, от 700 до 800, наверное. Если брать именно такие комплектации, то там, ну... То это самая низкая цена? Я думаю, да. Ну, давайте сейчас ходим. Сидушечки мне нравятся, красивые сидушечки. А это знаете для чего? Чтобы пляшечки не потели, наверное, да? Сеточки. Сюда она зашла, изначально она стоила чуть дешевле, 690. И у нее была активная ошибка по мехатронику. То есть она сюда зашла 3 недели, по-моему, назад. Так. Как-то так. Соответственно, ее особо никто не покупал. Так. Но нашелся человек, который решил купить. Думал, что она ошибка пропадет, все дела. И на выдаче коробка упала в аварию. Так. Соответственно, где-то дней 5 назад машину отвозят в хороший сервис по ВАГам и ремонтирует мехатроник. И после этого машина становится дороже? После этого она становится дороже на 20-30 тысяч. Ремонт как раз так и стоил, 25. И все. Гарантию дают? Год. Год. Хорошо. Друзья, давайте еще раз покажу тогда автомобиль внешне сперва. То есть... Так, это у нас... Что это у нас? Кап. А вот это видели, да? Слушайте, машина полная сюрпризов. Я не могу понять, но вот если клиентам показывали все эти нюансы, как можно... Ой. Вот я уверен. Я прям жду, ребята, от вас в комментариях, что вы за подборщики, как вы вообще подбираете такие автомобили. Дело в том, что мы проверяем все автомобили, а клиенты в итоге принимают решение. И в данном случае клиенты приняли решение, что со всеми нюансами, точнее, невзирая на все нюансы, этот автомобиль они хотят купить. То есть дело в том, что даже сделка должна была проходить на сегодня. Мы должны были перепроверить и убедиться, что машина действительно стоит того. Не дожидаясь перепроверки, клиенты сказали, у нас деньги с собой, мы ее хотим сегодня взять. То есть реально влиять в данном случае, боюсь, что... Ну, как вы будете тут влиять, если машина людям нравится? Это у нас 14-й год. 14-й, да? 14-й. Стекла все родные? Да. Железо все родное, кроме вот этих косяков. А, дверь поменена, да? ДТП в автотеке бьется? В автотеке бьется расчеты. ДТП в базе нет. Сколько расчетов там были? Самый большой, ну не больше 100 тысяч. В смысле, а сколько их всего было? Четыре. Четыре? Четыре расчета, ну, получается два расчета на одно происшествие и еще два. Я думаю, что один это вот это. Ваня, а ты можешь объяснить, почему люди готовы покупать автомобили с кучей ДТП, с замененной дверью, с косяками по кузову? Машина имеет целую силовую часть. И по факту, покрасив 4 элемента, бампер, капот, крыло, заднее крыло, машина без проблем, коробка отремонтирована, хорошая комплектация. А двигатель? Один четыре, сто двадцать две. Тоже все, все, в порядке. Ну, капец. Друзья, вот мне, честно скажу, как и большинству зрителей этого видео, будет, наверное, непонятно, как можно было отдать 700 тысяч с автомобиль с кучей нюансов. Ты купил себе такой? Да. Что ты врешь? Нет, за 700 купил. Ну, это ваг, это гольф, хороший. Подожди, ты с каких пор стал любителем вага-то? Ты как в октаве сел? Да. Ладно, давайте, друзья, посядем за руль и посмотрим, насколько действительно классно он подкупает состоянием комплектации. Опа, падаем в кресло. Так, отодвинемся немножко назад, потому что я большой, мне тесновато. Опа, отъехали. Ну, что ж, посмотрим. Ой, он запустился, не понял. Ну-ка, еще раз. Сейчас как-то очень быстро. Прикольно. Итак, что мы видим? Давайте вот так вот. Посмотрите на автомобиль моими глазами. Действительно, комплектация классная. Действительно, в машинку садиться, ну, крайне приятно. Ну, теперь стало еще приятнее. У нас здесь есть все. Давайте так, вот что хочется, есть все. Недавно было видео про Volkswagen Golf 7 2013 года, который с кучей нюансов, с винномером, с владельцами, тоже с ДТП врезанным крылом покупали за 800. И вот знаете, ребят, я смотрю, что эта тенденция, она такова. Те, кто любят VAG, те, кто оценят комфорт, опциональность, вот это все, они готовы на безумные поступки. И в данном случае, я соглашусь, здесь все, что нужно, все имеется. Электрорегулировка, да. Складывание, да. Подогрев, да. Все стеклоподъемники, да. Передние противотуманки, биксенон. Автор режим фар, датчик дождя. Да, у нас имеется автозеркало, само собой. Поясничная поддержка. Поясничная. О, поддерживает. А если ее крутить, то будет как будто массаж. Парктроники в круг камеры, Иван сказал, у нас климат-контроль. У нас отремонтировали DSG. Электронный ручник. Мультируль. Круиз-контроль. 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 Что-то я залип. У нас классные сидения и очень шикарное состояние. То есть пробег на автомобиле 82 112 километров. И заметьте, уже на 80 тысячах у этого автомобиля были проблемы с DSG. Это, к слову, о том, кто будет защищать эти коробки и говорить, да они до 200 ходят. Да не ходят они до 200. Вот, пожалуйста, Гольф 2014 года. Вот 80 тысяч пробег. И, пожалуйста, на ней коробку уже ремонтировали. Сзади у нас также автомобиль просто как новый. То есть, видите, все очень круто. Крышечка есть. Крышечка есть? Да. Она просто почему-то не держится. Ну, видимо, крепление. И она, когда включается на латерь, она прилетает и пахнет. Так она крепится-то вот к этому же. Ну, она не держится. Она не держится. Класс. Крышечка не держится. Будем смотреть, что не так. Друзья, после того, как Миша проведет полную перепроверку автомобиля, опа, смотрите, подсветочки, подсветочки. То есть, у нас реально есть все. Наверное, на подъемник будем загонять? Я уже смотрел. Ты уже смотрел? Да. Что по подвеске? По подвеске ничего. Даже по тормозам ничего, кроме подтекания по трубкам на турбину. Ну, у них, в принципе, стандарты на этом пробеге уже потеют. То, что резина летняя уже лысая. Зима есть? Нет, зимы нет. Именно это 16-й и самый популярный сейчас размер. На складе нет. И, возможно, был какой-то наезд на ямку на том колесе грыжи. Это 18-го года. То есть, все покрышки родные, кроме вот этой. Я понял. Ладно, давайте продолжим после проверки, перепроверки. Очень хочется этот автомобиль прямо сейчас в прямом эфире запустить в нашей группе ВКонтакте. Ох, думаю, сейчас разгорятся споры. Не знаю, как ни крутите, честно скажу. Мне нравится то, что... Да, машина продавалась изначально, как Ваня сказал, дешевле. Но была выявлена... Ой. Ой-ой-ой, простите. Но была выявлена ошибка по коробке передач. После чего отправили машину на ремонт. Я видел только что заказ-снаряд. В Дилижансе производили ремонт ДСГ. Соответственно, коробочку починили. И ее выставили дороже на стоимость ремонта этой коробки. Проблемы теперь нету. Гольф действительно классный, интересный. А вот и он, наш красавец, выезжает. И вот тут надо какую-нибудь такую крутую музычку. Прям крутую музычку надо. Ой, какой он красивый. Ах, какой шикарный гольф. Ну, друзья, давайте теперь без нотки сарказма. Ведь на самом деле покупка, я считаю, очень удачная. Машина классная. Она реально очень комфортная. Действительно, все опции для удобства здесь имеются. Напичканная. Это немец. Это на самом деле хорошее качество материала в сборке и так далее. Подкрасить четыре элемента и все. Ребята здесь у нас пока колдуют с наклейкой. В любую погоду, но наклейка будет наклеена на автомобиль наших клиентов. Все, друзья. Мы, как всегда, показываем свою работу. Никогда ничего не скрываем и не приукрашиваем. Если на автомобиле есть нюансы и косяки, мы всегда расскажем, что это за нюансы и почему автомобиль стоит таких денег. Действительно, хорошая покупка. Я бы купил себе такой гольф, не взирая на все эти косметические нюансы. Перекрасил бы и радовался. Действительно, автомобиль классный. Классный за свою цену. Редкая достаточно комплектация. В продаже появляются они действительно нечасто и доходят до 800 тысяч. В данном случае 700. Коробка отремонтирована. Один владелец 82 тысячи пробега. Я поздравляю наших новых владельцев. А вам спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите в группу ВКонтакте. Там много обсуждений, много отчетов и много всего интересного. Спасибо. Всем пока.